Дунфен, Айолус, Шайн Макс Чего, блин? Вы только не подумайте, это не просто Дунфен Это Дунфен Айолус, потому что это подмарка компании Дунфен, и причем не просто Шайн, а Шайн Макс, потому что это Шайн Макс, другая модель, отличная от модели Макс Нет, Шайн Да что ты, черт побери, такое несешь Ну, в общем, вы поняли, да, что китайцы в нейминге точно не сильные Вы такие раньше спрашивали вас, на чем ездишь? Ну там, на Камре, на Пассате, да вроде всем понятно, а теперь такой, на чем ездишь? И ты начинаешь объяснять, что ты ездишь на Дунфен, Шайн Макс Айолус, вот это вообще все такое вместе взятое, сложноватенько Ну что ж, будем привыкать Причем, давайте начнем с самого главного Дунфен, неправильно Донгфен, тоже неправильно, Дунфен Ну, что делать? Помните, мы Ситроен-то с вами учили, как там или Пежо, там, Пеугеот, да Ну, а теперь будет у нас Дунфен Вот так будет правильно Ну ладно, все, больше нравоучений сегодня никаких не будет А теперь кратенько вам расскажу И есть у меня много для вас интересных вещей С вами я, Татьяна Елисеева Большой специалист в китайском автопроме Ну, а еще, между прочим, мастер-спорт международного класса Поэтому, когда вы хотите кидаться в меня какашками, ну, а это можно делать в комментариях Ладно, так и быть, кидайтесь Мне интересно их все-таки читать А имейте в виду, что я много чего знаю про автомобили Хорошо их чувствую и могу вам о них рассказать Тунфен, Айулус, Шайнмакс Это достаточно большая здоровая фигня Одноклассник, Камри Кек опять Ну что, ваш специалист опять ищет палочку Ёпты ж, найти-то ее не может Ах ты ж А, да как всегда Слушай, ну, бывает и такое Но если японцы нас приучили к большим атмосферникам то китайцы все равно любят свои турбопукалки Здесь тоже стоит полтора литра полторашка, да моторчик, который выдает аж 190 сил И, конечно же, он оснащен всеми любимым мокрым роботом с двумя сцеплениями Я, кстати, недавно попросила АИ искусственный интеллект нарисовать, как бы выглядел мокрый робот с двумя сцеплениями Ну, где-то вот так Мы сейчас, может быть, здесь поместим Ну, так вот Вещь, знаете ли, такая достаточно спорная Раздутый турбомотор Это вроде бы еще преселективный робот Которому бывают часто вопросы Но мы с вами это обсудим чуть попозже Потому что коробка здесь стоит от Гитрак Это очень надежно и очень хорошо А мотор, говорят, достаточно старый Настолько старый Что все проблемы его уже за это время вылечили Я стар Я очень стар Я просто супер стар Так что, как говорится Знаете ли Не знаешь ни пи Поэтому Как будет себя вести эта конструкция в России пока непонятно Есть плюсы и минусы При этом Этот самый Дунфен Айолус Айолус Шайнмакс Вы знаете Мне все время хочется его назвать Гладиолус Вот Дунфен Гладиолус Но нет Не Гладиолус Дунфен Айолус Еще, по-моему, в Квене была такая фраза Потому что Гладиолус Так вот Этот самый Дунфен Айолус Шайнмакс Когда его вывели на рынок Уж извините за бедность речи Нафиг никому не нужен был Ну, слушайте Машина стоила 3 миллиона рублей Ну, по чесноку Это достаточно много И продажи шли Ни шатка, ни валка И что сделали китайцы? Они решились На откровенный демпинг Ну, реально Они представили Две более простые комплектации И самая простая комплектация Стоит 2 миллиона 200 рублей Что у нас стоит 2 миллиона 200 рублей Та-дам Естественно Ну, как же у нас будет Хоть какое-то сравнение Автомобиля в России Не сравнивая его С Ладой Вестой Так вот Скажите мне Что бы вы выбрали Ладу Весту Или же Дунфен Айолус Шайнмакс Сейчас помогу Сделать этот выбор Во-первых Сравнивая Ладу Весту И Дунфен Айолус Шайнмакс Надо точно сказать Что это абсолютно Разные школы Автомобилестроения Ну почему Лада Веста у нас подготовлена к России Да У нее толстая лакокрасочная покрытие Она полностью оцинкована И вообще все в ней заточено Чтобы ездить и эксплуатироваться в России Ну а что у нас с гладиолусом А у гладиолуса как раз с оцинковкой все очень плохо Потому что несущий кузов у нас не оцинкован Толщина меньше 100 микрон Стоечка Это я прям просто Компоненты 69 микрон не оцинкован Ну и соответственно 60 микрон не оцинкован Это немного Это достаточно скромно Оцинкован здесь только передок Соответственно капот И капот-то тоже не оцинкован Подождите Ну я же видела Во Оцинкован у нас переднее крыло Передняя дверь А соответственно Уже Задняя дверь не оцинкована Крышка багажника тоже не оцинкована К чему это может привести Сейчас постараюсь найти Я вот где-то честно вам скажу Где-то я это вот Вот в виде Ради этого Весь мировая Надеюсь не начнется Ну вот видите Уже по сварке Идет Ну потому что места сварки у нас не обработаны Ну а с другой стороны Если вы любите Дорого-богато То опять-таки Что вы можете купить За 2 миллиона 200 тысяч При этом понимая Что этот автомобиль Просто будут провожать взглядом Когда вы будете проезжать мимо него Он правда Он действительно очень красивый У него внутри Потрясающе комбинированная отделка Многоцветная Светлый салон Все мягенько Приятно на ощупь Да там И в самой простой комплектации Есть у нас И 4 подушки безопасности И система стабилизации Все там Возможно ассистенты И климат контроль Круиз контроль Не знаю там Стеклянная крыша Ассистенты Бесключевой доступ Запуск кнопки Ну правда Вы чувствуете себя Прям В престижном автомобиле И всего лишь 2 миллиона 200 Так что подумайте Что бы выбрали вы Ну а пока мы с вами будем обсуждать Мелочи и тонкости Этого автомобиля дальше Почему мы с вами изучаем этот автомобиль Ну потому что он красивый Мне нравится красивый автомобиль Но на самом деле Мне стало интересно Потому что Являются официальными дилерами Машин Воя К чему Ну к тому что Мотор инвес Компания солидная Компания надежная Компания никуда не исчезнет И не сбежит Да нам это сейчас важно И такие вещи Мы тоже с вами рассматриваем Нам всем нужны запчасти И возможность Привезти их С их складов В России В любое нужное время Это раз Во вторых Машина в целом Действительно очень приличная Потому что она построена На китайско-французской Платформе DCMA На этой же платформе Построен Citroen C4 Peugeot 208 И Opel Corsa Так что Правда Она немножко растянута Для Shine Max И в длину составляет 4 метра 8 сантиметров Ну большой автомобиль Действительно Большой автомобиль Не просто большой Но и красивый Классный силуэт Вообще Такой силуэт Мог бы Принадлежать И Mazda И той же самой Toyota Не знаю Да кому угодно И Hyundai Привлекают внимание Вот чего бы я Первым делом сделала Если бы я была Владельцем этого автомобиля Я бы подошла Сзади к нему И Отковыряла Все вот эти шильдики Потому что Во-первых Их просто бесчисленное количество Не знаешь Какой читать А во-вторых Они все еще И разным шрифтом сделаны В-третьих Даже не поймешь О чем речь В общем Напоминает Наверное Какой-то холодильник С магнитиками После того Как ты приехал Из Красногорска Пятигорска Не знаю Из Сочи И привез Кучу Ненужных себе Магнитиков На мордашку Он тоже Красивый Но Кстати Не покупайтесь На одну уловку Производитель Нам говорит Что здесь стоят Матричные фары Так Что такое Матричные фары Матричные фары Это когда Светодиодики Умеют Переключаться На различные Зоны Подсветки Переключаете Дальний свет На ближний Но У нас Так называемые Местные Матричные фары Ничего Этого не умеют Так что Это никакие Не матричные фары Это обычные Светодиодные фары Не Ловитесь На эту уловку О брат Это жулики Зато светят Хорошо Прям Посмотрите Любые обзоры Я вам не буду Рассказывать Про Всякие Выпухлости Впухлости Хорошие Колесики Светят Хорошо Пусть не матричные Но с оптикой Здесь нет проблем Интерьер Мне очень нравится Мне нравится Обивка Мне нравится Качество Мне нравится Сочетание Цветов Сверху У нас все Черное И темное Чтобы не Бликовало А внизу У нас Белый салон Причем Для того Чтобы не оставлять Черные Синие Пятна От наших Джинсов Летом На этом Самом Волшебном Белом Салоне У нас Есть Вентиляция Так что Не будем Прилипать Не будем Оставлять Следов Сам Туда Туда Куда Куда Надо В Топовой Комплектации У нас Есть Массаж Причем Надо Понимать Что Массаж Есть Только У водителя Ну Вроде Точно Так же Как и Подогрев Сиденья Есть Тоже Только У водителя И Похоже Что Обдув Тоже Только У водителя Ну И Вообще Здесь Кроме Водителя Может Быть Только Еще Один Пассажир Вон Там Который Сидит По Диагонали А Так В общем То Здесь Все Сделано Для Того Чтобы Водителю Было Вводить Прикольно Так Вот Это Вот Та Комплектация Которая Стоит 3 Миллиона Рублей То Если Хотите Экономить Берите За 2 А Если Вам Нравится Хайтек Если Вам Нравится Зарядка Телефона Адаптивный Круиз Контроль Все Которые Только Можно Придумать Вспомогатели Круговые Обзоры То Наверное Вот Эта Комплектация За 3 Миллиона И Тремя Китайцами Которые В 6 Рук Массажируют Вам Спину Ну Как Спину Надо Понимать Что Все Таки Здесь Самая Верхняя Точка Массажа Это Где-то Вот Здесь То Есть Это В мою То Спину И Для Моих Лопаток А у Вас Наверное Будет Под Поясницу И Чуть Выше Сидение Точно Надо Мерить Я У Нас Не Будет Тарировочного Мальчика С Большой Харизмой И Чувством Юмора Поэтому У нас Сегодня Будет Оператор А он У нас Занудный И вообще Не очень Любит Все Китайское Поэтому Вот Принимайте Его Слова Ну Так Через Призму Своеобразного Видения Люди Маленького Роста Все Нормальные Подушки Здесь Достаточно Большой Длины Есть Поясничный Упор Вроде Все Хорошо Регулируется По Вылету Но Есть И Другое Мнение Давай Ко мне Камеру И Покажем Второе Мнение Человеку Ростом Больше Чем 108 В этой машине Откровенно Будет Тесно Потому Что Невозможно Нормально Усесться Мешается Потолок В целом Каких-то Более-менее Регулировок Руля И сидения На какие-то Короткие Поездки Будет Достаточно Но На дальнюю Дорогу Боюсь Придется Помучиться Вот А руль У нас Регулируется Так тоже Регулируется Но все равно Регулировки Руля Если Садиться Уже Нормально Чтобы Не биться Головой Потолок То Сидеть Приходится С вытянутыми Руками Что тоже Не очень В принципе И удобно Так что В любом случае Машин Нужно будет Примерить На себя На первый взгляд Багажник У Дунфена Айолу Шайнмакс Кажется Да вообще Просто Обалденным Какое Качество Отделки Такое Все Гладенькое Прям Какое Все Очень Гладенькое Не Тебе Петелечек Не Тебе Крючочков Не Тебе Ручечки Ничего У тебя Нет Да И В общем То Вроде Он Глубокий А Вот Высота Вот Здесь Маловато Низковато Ну Так Вот Ничего Не Положишь Не Задвинешь Ну Есть Такая Особенность Ну Еще Знаете Как Нет Лючка Для Длинномеров Да И Вообще Заднее Сидение Складывается Только Целиком Так Так Что Ничего Особо Длинного В нем Не Провезешь Имейте Ввиду Если Вы Смотрите Этот Автомобиль Для Большого Семейства А Вот Точно Где Этот Автомобиль Будет Это В Такси Но Для Бизнес Такси Здесь Прям Все Очень Шикарно Передние Сидения Стоят Высоко Есть Куда Вытянуть Под Сидения Ноги Воздуховоды С теплым Воздухом Обогревчика Правда Нет Ну Да Ладно Зато Есть Розеточка USB Розеточка Для Зарядки Телефонов А Это У нас Прям Такая Красивая Фича Когда Ты Садишься В Такси И Можешь Зарядить Свой Телефон Ну Естественно Подлокотничек С Подстаканничками Ну Твоя Любимая Панорамная Крыша Кто Любит Панорамные Крыши Кто Кто Тот Человек Который Не Может Жить Без Панорамной Крыши Но Я Не Об Этому Еще Пару Месяцев Назад Многие Эксперты Говорили Блин Какая Плохая Русификация Какая Отвратительная Мультимедиа И Что Вы Думали У Нас Новая Прошивка Отчасти Это Связано С Отчет Направляющей Куда Что Деть Нет Теперь У нас Как Всегда Все Идет Через Единую Операционную Систему И Теперь Нет Странных Слов Теперь Все Понятно Здесь Просто Во-первых Есть Стрелочками Куда Ты Хочешь Что Направить А Во-вторых Ты Можешь Все То Ж Сделать И Через Вводные Клавиши Клавиши Со Словами Но Мне Нравится Сценарий Это Когда Я Если Честно Очень Сильно Завидовала Потому Что В В Таких Автомобилях Как Типа Ора Ну Да Естественно Китайских Автомобилях Есть Прямо Уже Пакетами Сделанные Какие-то Пресеты И Один Из Этих Пакетов Назывался Теплый Мужчина Когда Все Тепленько Все Включалось Сразу Здесь Теплого Мужчины Нету Но Есть Тепло Один Клик Кондиционер Ставится На Отопление И Включается Обогрев Сидения Есть Быстро Охлаждение Режим Дождя Снега Уход За Ребенком Например Прикольно Же Слушайте Еще Есть Режим Курения Долуна Очистка Воздуха Вентиляция В автомобиле Включена О И Когда Я еду По Препятствиям В данном Случа У меня Снег Кочки То есть Продольные Препятствия Машина Преодолевает Прекрасно Подвеска Не Раскачивается Ни Зубодробительная Ничего Так Вот Как Она Едет А вот Едет Она Кайфово Все Так 190 Сил Пусть Даже Это Какие-то Там Условные Китайские 197 Знаете Мне Это Все Напоминает Ситуацию Ну Точнее Вон Ту Самую Присказку Если Я Имел Коня Это Был Номер Если Конь Имел Меня Я Наверное Помер Так Мы С вами Не Померли А Выжили И Теперь Мы И И И И Всех Хотел Сказ И Вся Вокруг У Нас Такая Самая Ситуация Когда Раньше Эту Тачку Продавали За 3 Миллиона А Теперь Что Теперь Пожалуйста Чуть попроще Комплектация Цена 2 Миллиона Рублей По Цене Вести То же Самое Между Прочем Сделал И Москвич Тоже Подогнал Свою Стоимость К Самой Базовой Цене Веста Там Скажем Так Полтора Миллиона Ну Что Кто Кого Имеет В этой Жизни Все Таки Вот То Что Происходит Здесь И Сейчас Когда Цены Начали Адаптироваться Под Реальный Рынок Мне Очень Нравится Что Теперь Будет Две Машины По Цене Одной Весты Или Все Таки Никуда Мы Не Денем Все Цены Будут Дальше Расти А Мы С Вами Будем Дальше Пахать До Встречи Пишите Мне Комментарии Ставьте Лайки Сердечки Я Вас Тоже Очень Обожаю И Мне Так Нравится Когда Вы Пишите Танюх Я Смотрю Вообще Все Эти Видя Только Ради Тебе Да Я Думаю Да Ну Ладно Правда Что Ли Даже Не Верится Правда Ради Меня Вы Смотрите В общем На самом Деле Просто Окрыляет Спасибо Вам За Такую Поддержку Редактор Корректор